так ну что завершаются торги на вот такую интересную гривну 2002 года с гуртом 2001 можем посмотреть по участникам что два человека торговались можно сказать до последнего и прямо сейчас у нас торги завершаться думаю резерва здесь нет вот так выглядит данная гривна с браком 2002 а с гурт 2001 видим крупные съемочку что все четко что монета не фальшивая не поддельная и конечно могут перерезаться могут еще каким-то образом подделывать но я думаю все в порядке так что мы еще видим на последних секундах я вижу поставили ставку в принципе я думаю много кто следит за этим лотом 200 человек следит за конкретным предложением потому что но в целом не так много и таких монет было найдено вообще ни одной вот такой монеты с гуртом стать с таким отличием не было я думаю кто-то себе в коллекцию положит хотя после рекламы после того как эти ло и такие монеты рекламируются на каналах у блогеров появляется информация и люди начинают более внимательнее пересматривать и конечно самая дорогая монета которая продастся это всегда первое да здесь находится какой-то брак это брак с 5 гривнами например перевернутыми на 180 градусов или это брак вот такой вот когда на версии у нас один год а на гурте другой самая дорогая конечно же это первое первый экземпляр потом люди начинают смотреть смотреть и скажем так находить в принципе я думал что данная монетка будет продана ну в районе не знаю ну тысяч 15 гривен но здесь мы видим уже довольно приличные ставки вот так же конечно у есть обзор данные монеты на канале у димы лаврика он показал уникальность этой монеты он показал во-первых что она оригинальная что скажем так давайте немножко промотаю покажу что она во-первых не перерезано что это не подделка какая-то а действительно уникальная вещь так ну видите не грузится сейчас у меня видеоролик в принципе тут по фотографиям все можно увидеть гривна гривня 2002 года вот ее вес кстати тоже вес очень важный показатель потому что если с монетой проводились какие-либо изменения влияния со стороны что-то там вырезалась вставлялась начеканивалась то всегда это отображается на весе монеты потому что разные могут быть ситуации мы помним ситуацию про две копейки с аверсом от 10 копеек эта монета известная была на виолете потому что сначала подтвердили что монета оригинальная и все вроде окей только через время начали разбираться присматриваться и уже скажем так администратор понял что что не доработали не досмотрели и пора бы эту монету как бы убирать блокировать на что очень адекватно повел себя продавец как бы все окей монету сразу закрыли но она довольно приличных денег набрала в тот момент вот ну что ж мы видим двадцать восемь тысяч триста одна гривна последние у нас две минуты торгов как вы думаете уйдет эта монета или нет потому что но мы не знаем да насколько люди готовы сейчас поторговаться еще и еще за конкретную монету вот значит что мы ну по состоянию видим что она в одессе в данном случае но не помню где она была найдена обычно такие монетки находятся не в крупных городах бывают люди пересматривают копилки спас после просмотра очередного видео блогера да это фартового коллекционера и димы лаврика или кого 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 то еще как мы знаем блогеров становится все больше и больше и это позволяет находить вот такие подобные редкие монеты редкие дорогие монеты украины конечно у меня например а недавно прислал под прислала подписчица монету одну гривну на которой был не про чекан не про чекан гуртовой надписи мы при увеличении конечно же видим что гуртовая надпись есть но вот с той монете который мне прислали но это уже интересно когда не про чекан и друзья так что если у вас есть такие монетки просматривайте смотрите какие могут быть браки конечно вот такие монеты которые чеканились на лсз там были в 96 году был 95 гурт у 95 гурт был монет гурт 96 то есть перепутки такие разнообразные упробных монет ну что видим конец торгов и монета нет нет друзья как такое может быть о боже я просто в это не верю кто-то поставил колоссальный рост данных данные цены посмотрите на 10 тысяч гривен сверху докинули на эту монету я не верю я такое просто знаете сколько не было слухов о том что монеты разгоняются что их там набрасывают цены и так далее ну это просто ну возможно это происки завистников конечно у кого-то нет монеты у кого-то нет денег купить и легче дискредитировать сказать что да это все накрутка да это все знаете как это это все на просто так вот ну по факту дискредитация это один из способов скажем так утвердиться и мы можем только наблюдать за тем что происходит на рынке и конечно же здесь обязательно будет оплачена комиссия 6 процентов может чуть меньше 5 процентов с продажи данной монеты у нас опла заплатить должен продавец и я конечно удивлен что буквально на последние доли секунды рискнул и поставил такую цифру это у нас 31 сейчас сколько получается у нас это в долларах тридцать одна тысяча двести гривен мы делим например на курс двадцать восемь это у нас тысяча сто четырнадцать долларов всего в долларах кстати это не так и много всего лишь чуть больше тысячи долларов за такой раритет но я вам говорю чтобы найти этого покупателя который готов потратить такие деньги нужно провести колоссальную работу это реклама лота на виолите реклама лота через свои youtube каналы через youtube канал друзей партнеров и в принципе достаточно чтобы монета набрала большой цены достаточно только нескольких людей которые готовы торговаться и платить потому что на самом деле деньги сейчас дешевеют мы не знаем какая сейчас у нас стоимость настоящая денег потому что ну много печатается в америке мы раздавались тысячами эти доллары как компенсация и понятное дело гривна у нас девальвируется но доллар тоже падает и некоторые люди готовы тратить деньги для того чтобы порадовать себя монеты в коллекции подобные монеты в принципе интересно вот знаете как мне как храня хранится эта монета то есть как например человек который купит такую монетку будет хранить например будет в холдере ее хранить или в какой-то квадрокапсуле или в обычной капсуле чтоб можно было любоваться своим гуртом или возможно такие монеты знаете часто есть коллекционеры за границей в америке в канаде довольно мощная диаспора украинская и такие монеты не запрещены к вывозу то есть монеты которым более 50 лет там из серебра из золота могут быть на границе какие-то вопросы да а что за монета а вообще как она вывозится если у вас документы и вообще возможно она несет какую-то историческую ценность для государства и просто напросто могут не выпустить этой монеты и еще хуже могут конфисковать а современные монеты украины они до 50 лет они бывают редкие особенно пробные такие как шаги такие как монетки 92 года 1 гривна например 15 копеек действительно пробные интересные редкие монеты есть много разновидностей каких-то более редких монет ну что ж мы видим мы видим 40 секунд 30 секунд осталось 33 тысячи видимо еще одна ставка у нас есть я не представляю себе эмоции димы лаврика который сейчас наблюдают за этими торгами и только может угадывать какая цена будет за эту монету видим 38 тысяч сейчас 40 минут опять новая ставка так ну что торги продолжаются мы видим остается совсем немного времени всего 2 минутки 40 секунд до завершения торгов кстати у меня сейчас на моем аккаунте на виолите выставлен как раз вот такой вот экземпляр пробной монеты 50 шагов лсз луганский станкостроительный завод я поставил ее с резервом по от 22 тысяч но на самом деле сейчас пересмотрел свое отношение потому что латунных монет 50 шагов сейчас ну просто во первых нет не выставленных на аукционе плюс их тираж был настолько мелкий и что они просто разошлись по по своим коллекциям и у людей нет мотивации выставлять так что она сейчас выставлена у меня за 26 тысяч 700 гривен я думаю есть коллекционер который хотел бы себе приобретить у меня были предложения из канады пока нет не готов я отправить ее по почте без какой-либо предоплаты желательно полной оплаты вот ну стоит на торгах 50 шагов пробные редкие редкие так ну что у нас мы видим минутка 40 есть минутка 40 еще полюбоваться данной монетой давайте посмотрим если тут комментарий что там у нас пишет ну конечно же мы видим здесь крупная съемка мы видим что единичка ногу это гурт у нас это что-то не прорезано что видит и попадала туда и грязь и обычный износ обычный износ монеты давайте обновим сейчас страницу посмотрим за сколько же она будет продана там на канале я делал у себя в сообществе опрос чтобы мы могли угадать за сколько же эта монета будет продана вот я прям узнаете после таких продаж после таких интересных сочетаний и роста цены мы понимаем что по факту можно найти наверняка такие перепутки такие ну так называем браки даже не перепутки я бы назвал это просто браком когда не отследили не заметили и у нас прошел процесс гурчения отдельно нанесение отдельно и потом каким-то образом это все у нас сложилось ребята это просто невероятно это невероятно 40 тысяч поставили на данную монету кто кто же этот покупатель который готов приобрести рейтинг не большой у данного покупателя ну а все относительно что значит небольшой 7 плюс 7 это довольно таки и большой рейтинг кстати говоря да ну мы не видим довольно давно зарегистрирован в 18 году данный продавец был и видим что он покупатель что он в основном покупает для себя и не нет продаж вот что человек закупает для себя для своей коллекции или бывает такое что вы знаете у меня спрашивают монеты под конкретного клиента то есть что это что это значит что конкретные монеты покупают люди которые торгуют на виолите которые могут проверить подлинность монеты которые могут посмотреть определенную литературу пообщаться с знающими людьми и они просто под клиента ищут и бывают люди которые дают там две тысячи долларов там тысяч долларов на конкретную монету вот например у меня набор который был продан всего лишь за 15 тысяч гривен набор с копейкой девяносто четвертого года вот человек так и сказал что он брал не для себя он брал для конкретного покупателя который сказал что мне нужна эта монета оригинальная никакие там не новоделы никакие не современные не копии не подделки и понятное дело что в наборе девяносто шестого года там есть во первых возможность проверить как этот набор собран не спаянли ничего там не не производилась то есть и мы просто увидели что все отлично и данная монетка ушла человеку в весе с набором в коллекцию вот для меня это довольно дорогая цена то есть положить к себе в монету в коллекцию там за 15 тысяч или там за 20 тысяч это ну огромные деньги может в будущем я буду готов себе положить такую копеечку 1 94 года но пока пока это довольно серьезные деньги и нужно заниматься своим делом бизнесом проектами чтобы хоть как-то да свою коллекцию пополнять но в принципе все можно встретить все можно как говорится найти видите на сайте виолити такие продажи случаются такие монеты выставляются у меня сейчас выставлены эти 50 шагов но видите по такой цене нет готовых приобрести также из редких у меня выставлены 10 копеек 2001 года в хорошем состоянии с остатками штемпельного блеска действительно редкая монетка 5000 тираж данной монеты был сейчас торги у нас мы видим 304 гривны всего набежало так что если хотите поучаствуйте монета еще на аукционе на торгах так давайте посмотрим 39 секунд кстати вы видели на последних секундах на последних секундах у нас была выставлена данная цена ребята посмотрите посмотрите что происходит опять новая ставка и новые добавились пять минут данные к данной монете просто колоссально просто не верится так ну что ж у нас одна минута остается по по торгам за данную монетку что что мы можем еще что я могу еще вам показать так у меня кстати выставлены еще жетоны lcd действительно интересные жетоны которые у нас добавлялись в наборы которые делал ганский станкостроительный завод довольно нечастые редкие вообще тема этих жетонов сейчас тоже будет расти может быть чуть больше буду стараться рассказывать на своем канале так давайте смотреть чтобы не пропустить финал торгов у нас 30 секунд ну что ж кто мог себе представить кто мог себе представить что такая цена сорок одна тысяча пятьсот одна гривна а давайте разделим на 28 это сколько это 1482 доллара то есть почти 1500 долларов за данную монетку ну что последние 10 секунд и мы узнаем за сколько же продастся это одна гривна 2002 года с гуртом 2001 и мне кажется все это финал это финал лот продан друзья ну что ж вот завершились торги можно поздравить во первых диму лаврика который продал эту монетку это потрясающая цена первый экземпляр найденный в украине и конечно же покупателя который может сказать взял первый эту монету возможно на такого плана будут находиться монеты еще и в будущем мы не знаем но самое первое может быть такого и не будет так что это однозначно сенсация за сегодняшний день цена на эту гривну ну что спасибо друзья что посмотрели мой канал переходите ко мне участвуйте в торгах на 10 копеек украинские 2001 года жетоны ну и мой канал и всем пока друзья